Музыка Здравствуйте, я Алексей Брайт Я кандидат химических наук, специализировался на вычислительной химии Работал 8 лет в Сибирском федеральном университете То есть у меня преподавательский опыт есть, сейчас я инженер-ликсофт Ну, я вообще сам из России, но сейчас вот собираюсь в течение долгого времени жить в Украине Значит, что я могу сказать по вообще ситуации с клерикализмом? Откуда он вообще возник? Ну, здесь вы уже убедились, что очень часто атеистическая точка зрения Выражается в основном со стороны коммунистов, социалистов То есть людей, достаточно близких к этой политической и экономической идеологии Сам я не могу себя называть коммунистом Тем не менее, я нахожусь на позициях Ну, скажем так, я считаю оптимальной формой экономики Плановую Плановую, но управляемую посредством кибернетической системы То есть по образцу, например, который был предложен нашим академиком Глушковым Значит, вот, а также его британским коллегой, значит, Ставра Дамбиром Поэтому, значит, я очень хорошо осознаю недочеты и издержки рыночной экономики Вот, собственно, некоторые из этих издержек в конечном итоге и приводят к тому явлению, которое мы сейчас наблюдаем Дело в том, что если плановая экономика, она так или иначе отвечает нужным государству Пусть даже эти нужды понимаются не совсем правильно, пусть они реализуются не идеальными людьми Но все же То рыночная экономика в самом своем ядре нацелена на извлечение выгоды То есть к чему это приводит на уровне, допустим, со средствами массовой информации Мы знаем То есть начинают по телевидению, в газетах, в журналах откровенно пропагандировать уже науку Публиковать всевозможные авторологические прогнозы и т.д. и т.п. В случае со сферой услуг, вообще с производственной сферой, в чему угодно Очень часто, когда рынок уже кем-то занят, происходит что? У населения создают искусственную потребность, которую затем реализуют собственной продукцией Удовлетворяют собственной продукцией При том, что изначально этой потребности не было вовсе Обратите внимание, что собой представляет вообще вот церковь, как институт социальный Людей убедили в том, что они действительно нуждаются в защите там свыше В той или иной форме вариантов трактовок может быть множество И затем им реализуют платные услуги То есть то, что они платные, это ни для кого не секрет В общем-то, вот журналы Разум почти у всех уже есть Там примеров предостаточно Что мы можем с этим сделать? Ну, я не буду призывать к революции и прочим Такие вещи, по моему мнению, должны происходить скорее эволюционным путем Ну, например, вот в той же Европе Там, значит, потихоньку отходит, даже со стороны государства и со стороны населения Происходит отход от модели чистого рынка И, значит, все больше, значит, повышается уровень налогов Все сильнее, значит, вот это прогрессивное налогообложение Которое позволяет распределять ресурсы на социальные нужды Поэтому не нужно никаких вот этих вот насильственных мер Вместо этого нам следует заботиться о немножко дорогом подходе Значит, что мы можем сделать? Я советую обратить внимание на появляющиеся сейчас новые технологии Прежде всего сетевые Дело в том, что они радикально меняют правила игры И мы это уже на себе ощутили Ну, сразу скажу, что вот здесь упоминался неоднократно неогуманизм, трансгуманизм Я мало осведомлен о неогуманизме Но сам я считаю себя трансгуманистом Я участник организации «Украинский трансгуманизм» Значит, вот Что я могу сказать по перспективам применения новых технологий Вот для того, чтобы нам переломить ситуацию Интернет — это не просто какая-то сеть И не просто средство коммуникации, как часто воспринимается И тем более это не просто забор, на котором что-то могут там написать Дело в том, что, как и многие сетевые технологии Интернет имеет так называемый эффект масштаба Эффект масштаба — это такая ситуация, она в экономике, значит, рассматривается Я сам не экономист, значит, вот Но я примерно в курсе, значит, дела То есть, когда у вас есть только один мобильный телефон Он для вас бесполезен Когда мобильные телефоны есть у тысяч человек Тем более у миллиона или у миллиарда Значит, эффект сложно переоценить В случае с интернетом Мы уже становимся свидетелями того Как, значит, наше желание искать единомышленников Выражать свои мысли публично Приводит к появлению крупных сообществ Которые привлекают в себе больше и больше людей Разделяющих те же взгляды Или начинающих разделять те же взгляды Поэтому мы должны обратить очень прояснительное внимание Именно на вот эти вот социальные сети На сообщество атеистов и антиклерикалов в сети А не просто ограничиваться вот собраниями типа вот здесь Вот то, что сейчас у нас Это, конечно, полезно Значит, найдет свой резонанс в сети, значит, конечно же Но все-таки правила игры за все это время изменились И сейчас нам следует обращать внимание Именно на использование новых технологий Для того, чтобы распространять собственную точку зрения Кто владеет технологией Кто владеет новыми знаниями Тому будет принадлежать будущее Спасибо за внимание Спасибо вам Справка тоже Последнее наше заседание с мусульманами Только на ютубе посмотрели больше 25 тысяч человек Ну, что касается основного ресурса Который у нас не снимает, КТВ Просто данных никаких нет Я понимаю, что там не меньше, а больше Кроме того, размещаются эти вещи во многих местах Дима Столяренко Разрешите, я сначала зачитаю письмо Чтобы избежать каких-то коннотаций В свете моего выступления Письмо Давидсон Ведимин Евгеньевич Письмо к участникам Круглого Стола Проблемы клирикализма и пути ее решения Давидсон Ведимин Евгеньевич Уважаемые участники Круглого Стола Позвольте высказать некоторые соображения по двум вопросам Первое О действиях различных религий в средней и высших школах Представляется, что школа должна учить наукам Естественным, гуманитарным, общественным Задача школы – заложить у учащегося Именно основы научного мировоззрения Возможно, среди гуманитарно-общественных наук должна преподаваться этика Предмет, трактующий правила поведения человека в обществе Об обязанностях и правах человека по отношению к другим людям При обсуждении на страницах ежедневника 2000 Вопрос о введении преподавания естественных наук в этике в школах Выяснилось, что, во-первых, существует группа работников науки Называющих себя креоцинистами На словах, открещивающихся от отождествления взглядов с религиозными Но под многообразной празеологией Протаскивающей религиозные взгляды На происхождение жизни на земле и человека Эта группа претендует на замену в школьных программах Материалистического научного объяснения Ряда вопросов в биологии псевдонаучными Играя словами «высший разум» вместо слова «бог» Во-вторых, представители религиозной идеологии Потребовали ввести вместо этики в школы Христианскую этику, либо православную этику Как первые, так и вторые попытки представляли собой Если бы они были приняты Отсказ от конституционного принципа Светскости образования, закрепленного Статьей 35 Конституции Украины Принцип светскости образования, тем не менее, нарушен Если в начале дискуссии о введении Школы курса христианской или православной этики Ударение ставилось на том, что надо учить этики То позднее маски были сброшены Так, митрополит Днепропетровский Павлоградский Реней Прямо заявил, что целью преподавания предмета Является проповедь православия Поэтому в программах курса было Трехкратное прохождение Библии во всех ее частях Включая мифический, мистический, а не только этический К сожалению, мы не располагаем достаточно точными данными Относительно количества верующих и атеистов в Украине По некоторым источникам Относительно количества атеистов Минимально составляет 10-15% Скорее всего, эта оценка занижена Так как по признанию самих церковников Многие из называющих себя верующими Только отдают дань традициями Не являясь религиозными по существу По другим данным Число неверующих в Украине Является около 24% Но даже и приведенная выше оценка Говорит о нескольких миллионах атеистов Гражданские права которых должны быть защищены По крайней мере, родители атеисты Должны иметь возможность воспитывать своих детей В атеистическом духе И оградить их от навязывания им религиозной идеологии Говорят о факультативном характере преподавания И возможности выбора для учащихся Между курсами светской религиозной этики и культуры Но реальна ли возможность выбора общества в Украине Неизвестно А если оценки по религиозной этике и культуре Либо их отсутствие будут фигурировать в школьном аттестате То не повлияет ли это на дальнейшую судьбу молодых людей Судя по тому, что теперь редкий служебный кабинет Обходится без демонстрации икон Все возможно Конечно, сугубо личное дело кабинетного начальника Верить или не верить в Бога Но морально ли демонстрировать свою веру Что касается высшей школы То здесь речь идет о формировании у студентов Философского фундамента Материалистического понимания природы и общества Атеизм Либо идеалистического Религия Третьего не дано Для успешной работы в науке Студентам необходим материалистический фундамент Нет ни одного ученого В том числе самого известного В том числе верующего Который бы использовал термин Бог Для получения научного результата В России уже два года Соответствующие предметы Введены Как в средней школе Как обязательной Под общим названием Основы религиозных культур И светской этики Кстати Модуль основы светской этики Предпочли 42% родителей и школьника Лишь на втором месте С 30% православная культура Мировые и религиозные культуры 18% Исламизм 9% Буддизм 1% Иудуизм менее 1% И это при величайшем давлении Религии и правящих кругов На население Второе Отстаивание материалистического Мировоззрения Особенно среди учащейся молодежи И борьба с религиозным дурбаном Среди всего населения Украины Важнейшая задача атеистов Так как различные религии Атеистическое научное мировоззрение Должно иметь право на пропаганду Однако атеизмы и религии В Украине находятся в совершенно Неравном положении Церковь представляет собой Мощные организации Как численно Так и в финансовом отношении Здесь он приводит Достаточно много Количественных данных По ежегодному отчету Госкомнацрелигии За 2010 год С разрешения я не буду Их зачитывать Потому что их очень много Уважаемые участники Круглого стола Атеисты не располагают ничем Кроме ума и желания Противостоять религиозной махине Этому спруту Опутывающему миллиарды людей Но это не значит Что мы должны опустить руки Я высоко ценю Украинские атеистические сайты Другие атеистические И научно-популярные сайты Они делают полезнейшую работу Но с моей точки зрения Нам не хватает организации Только организация атеистов Может противостоять Религиозной организации Только с атеистической организацией Можно заставить считаться Правительством Министерства образования И прокуратуру Но пока мы разрознены Не организованы У нас нет шансов Даже защитить себя И своих детей Не говоря уже Об осуществлении нашего права На пропаганду Своих взглядов Права на научное мировоззрение Создалось странное положение Нас в Украине миллионы Но нас не слышат Более того Нашего существования А значит и наших прав Не признают Так и будет и впредь Пока у атеистов Не будет юридически оформленной Представляющей их организации Атеисты есть А конфессий у них нет Последние три года Я пытался через сеть интернет Создать организацию атеистов Должен признать Что моя попытка Потерпела неудачу Моих физических И возрастных сил Оказалось недостаточно Необходимо Чтобы это дело Взяли в свои руки Молодые люди К этому я и призываю Атеистов Присутствующих на круглом столе Желаю удачи Днепропетровск 25 февраля 2013 года Вениамин Евгеньевич Давидсон Это было письмо А теперь я бы хотел перейти К тому что хотел сказать я Здесь уже прозвучал Самый главный Самый важный на мой взгляд Вопрос который О котором мои собственные должны Задуматься Что сделает человека человеком Вот он этот вопрос А не вопрос о том Какой нужно взять Хороший идеал Или что на место Этого идеала поставить Тем более Когда он звучит Что в том контексте Что этот идеал Должна дать церковь Даже самый хороший идеал Если он берется статично Если он берется статично Абстрактно Он может превратиться В нечто не самое хорошее Что уже говорить О том идеале Который нам предлагают Клирикалы Так вот вопрос Что сделает человека человеком Не идеал А действительное движение По преодолению Существующего положения В общем Только действительное движение Оно и сделает человека человеком И не нужно здесь говорить Ни о каких статичных идеалах В этом смысле Мера человека Является мера его Социально-революционных преобразований Именно социальное творчество Является вот этим вот Действительным движением И действительным идеалом Но здесь возникает Одна определенная тонкость Которую как мне кажется Не уловил тот человек Который выступал От сути времени Немного ранее Социальное творчество Как таковое Оно возможно только С позиции Совершенно определенного класса И невозможно В этом реальном движении Никакого союза С теми Кто сущность Этому движению противостоит Который выражает Позиции ровно противоположные Какие бы прекрасные идеалы Они нам не предлагали Да, безусловно Вот Виталий уже говорил до меня Что Это может быть Одним из моментов Всеобщего движения Но никак не становиться Каким-то из Пунктов Который может стать Самоцелью Это одна мысль Которую я хотел сказать Вторая мысль Которая уже в принципе Звучала Это то, что Мы не можем поддержать Абстрактное преодоление религии Абстрактное преодоление религии Я имею ввиду То, что Атеизм Бывает разным Атеистами Могут считать себя И нигилисты В духе Ницше Экзистенциалисты Преодолели религию И чем это все Закончилось для них И чем это все Закончилось для Движения Но тем не менее Мы не можем Не поддержать Реальное движение Против клерикализма И напоследок Сведя эти Два тезиса Вместе Когда мы говорим Об Атеисте Как абстрактном Борце с верой И когда мы говорим О верующем Или клерикале Как абстрактном Человеке Который ее поддерживает В любом случае Мы говорим Об одностороннем Человеке Который выступает Только как борец с верой Или как верующий Или еще кто-то Но забываем За этим То Что собственно И должно быть ценностью То есть Универсальное развитие Человека Как целостности Которая невозможна Как сумма абстрактных Его частей А только как Вот этот вот Человек Включенный В реальное Общественное движение Спасибо 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 И теперь И умер И мы остались С ним вот так Разделены Это чтобы вы знали Кто это письмо Написал А сэйму уже Нет Ему меньше Чем 94 Но он Ну ты даже 94 А он до сих пор Работает еще Преподаватель Спасибо Никого убивать не надо Прошу всех Присутствующих Выработать в себе Такой императив Никого не убивать Просто так Вот Теперь Теперь значит Теперь по поводу Клирикализации Значит Ну все Собственно я сказал С самого начала Своё мнение Многие из выступающих Высказывали Примерно то же мнение Значит Если бы этому Было посвячно Этому вопросу Вообще все заседание Мы бы еще что-нибудь Много интересного Услышали К сожалению Люди отвлекались Но я хочу сказать Такую вещь Что не надо Вместе с водой Выплескивает ребенка Вы посмотрите Что получается Когда Вот на западе Вот это все Христианство Пришло в упадок Посмотрите Что Вы что думаете Вот в Великобритании Которую я очень люблю И в которой много раз Я правда в Англии только был Ну думаю что и в Шотландии И в Уэльсе То же самое Приезжаю я туда А ну что Заполняется вакуум Тут что христианство Там гибнет Заполняется Атеизмом Вольнодуманным Или какими-нибудь Левыми Социалистами Ребята Оно заполняется Исламом Чтоб вы не сомневались Вот Поэтому Значит Когда Я хочу Моя цель Как человека Как правого Консерватора Чтобы Моя родная Украина Выжила Я очень хочу Чтобы выжила Россия Я очень хочу Чтобы выжила Вся христианская Европа И вот Она Христианская Не в том смысле Что я верю в Бога Каком бы то ни было Его обличье А в том смысле Что есть определенная Культурная традиция Я хочу Чтобы все эти люди Уцелели Чтобы эта традиция уцелела Именно она Дала мне Мою науку Любимую Она дала нам Нашу цивилизацию В рамках которой мы живем И в рамках которой живем не только мы Но и например китайцы Японцы Южные корейцы Это великая цивилизация Которую надо защитить И вот наш коллега из Москвы Сказал Может он Еще раз зовет Это дело Он сказал очень важную вещь Что вот эти клерикалы Совершенно Ну Неграмотные Тупые клерикалы Которые власти в России Они Россию губят Вот Вот он это И я хочу сказать Что так же они губят Украину И так же Эти клерикалы Могут погубить Любое за что они возьмутся Потому что они просто Люди не образованные Не культурные И И цели у них Совершенно низлены И я хочу вас призвать к тому Что надо очень аккуратно Относиться к этому всему Мы можем Перегнув палку туда Или сюда Ну от нас с вами ничего не зависит Но мы Имеется ввиду общество Мы можем получить Те Последствия Которые совершенно Не соответствуют Нашим благим намерениям В начале этого Очень аккуратно Надо поступать Вот к этому Я вас призываю Спасибо Должен согласиться С уважаемым Александром Марковичем В его оценке Угроз Со старого ислама Для Европы И в этом плане Мне очень понравилось И вызывает Скажем так Даже симпатию Выступление первокурсника Из КИМО Наверное Украинская дипломатия Потом получит Хорошего специалиста Мне очень понравилось Ваше выступление Вы стоите на правильном пути Вы просто подтвердили Слова нашего Одного из самых главных Исламоведов России Игнатенко Александр Александрович Рассказал Что ислам и демократия Несовместимые вещи Либо ислам Либо демократия Поэтому Хотелось бы Уважаемому ученому Кибернетику Ответить На вопрос Вы здесь Жюри Задали вопрос Что ждет церковь На ответ на этот вопрос Дал гениальный Энгельс После смерти Маркса Когда он сказал Что Религия церковь Будет существовать Всегда Но только в музее Поэтому Конечно же 21 век Это несовместимо С архаикой Средневековья Всем хотелось бы Сказать спасибо Мне очень понравилось Я даже удивлен Что студенты Часто используют Такие термины Как Освобождение труда От гнета капитала В России Я такого вообще Среди студенческого сообщества Не слышал Мы всегда говорили Что Россия Это отсталая страна И вот Уважаемые Аберпур Ребята Прошу прощения Не знаю Как вас Да Вас как зовут Дмитрий Вот вы говорили Что есть 4 Вида угрозы Для русской Православной церкви И вы там Перечисляли Там либералы Ну я 4 силы Вот я Среди этих 4 сил Не встретил Ислама Хотя По оценке А и Украина Это тоже коснется Украина Это коснется Чуть позже А может быть Даже раньше Глобальное Наступление Политического Ислама Это является Самой главной Угрозой И я вот Недавно был На Круглом столе Карнеги-центре В Москве И даже Играф Каленникович Глеб Священник Которого Якунин Якунин Даже Якунин Публично Карнеги-центре Сказал Что Скоро Русская Православная церковь От Ислама Пострадает Очень сильно И Украина Здесь тоже Самое Поэтому В ответ На активизацию Православия Естественно Поднимает Голову Ислам Который Рвется К мировому Религиозному Господству Мы это Наблюдаем Поэтому Сейчас Здесь Надо Массовое Просвещение Народа Формирование Научного Мировоззрения Выбора Иного Нет Спасибо Сергей Васильевич Я прошу прощения Реплика Не пострадает Русская Православная церковь От ислама Точно так же Как они были Замполитами Стали попами Они спокойно Станут Мулами Так что Тут вы можете Не переживать Да Даже наоборот Спасибо Павел Васильевич Пожалуйста А по 8 Так и сделал Был Православным Проферей Да Уже есть Да Он просто первый Да Они всегда Нюхом чуют Понимаете Куда ветер дует Да Это правильно Это по 8 На меня Подействовала Реплика Сергея Богдановича Хомика Он абсолютно Прав Что Надо Различать Тех попов Которые Приветствовали Немцев И сотрудничали С ними Среди них Было Очень много Автофекалов Прошу прощения Вот Оговорка По фрейду И Было Очень много Православных Попов Которые С немцами Боролись С немцами Были расстреляны И Имеют Безусловные Заслуги И в том числе И в модернизации Народа Но не надо Попов Кутать с церками Ну Что ж В таких вещах Элементарных Простите Я прошу Прощения Попы Относятся К своей церкви И православная Церковь Настоящая Православная Церковь В свое время Спасала Русь Никуда не денешься Помогала Спасать Русь На 300 лет Кроби Неправда Неправда А Куликовская Битва А Пресвят Против Чаубея Вышел А 1612 год А 1612 год А воссоединение Украины С Россией Знаю Игрукова Просупрощения Знаете, но плохо Может быть Вот так Европа Значит Надо Вы едем За стол И поговорим Я вам скажу Одно А вы мне Подраздите Что Мы просто Пойдемте Поговорим Я знаю Я знаю Что вы Аплодировали На эмоции На эмоции А не на содержание Во время Великой Отечественной Войны Русская Православная Церковь Московской Патриархии На оккупированной Территории Единогласно Поддерживала Фашистов Возглавлял Их Метрополит Сергий Из всех попов Бывших на оккупации Я это говорю Как свидетель Только Один священник Раина В Белоруссии И его сын Петя С которым я учился Были Связаны С партизанами Остальные Поголовно Не треба документов Я документ Поголовно Молились Так как Приказывали Фашисты Пришли Красные Так как Приказывал Командир Так и молились Поэтому Никакого Патриотизма Не было Что касается Я извиняюсь Весьма Уважаем Именною Пучков Весьма Весьма Уважаем Весьма Я скажу Среди всех Ученых Больше всего Я его Уважаю Но В исторических Вопросах Он ошибается Легенда О 12 1612 Год Создан Легенда Освобождение Руси Изгнали С Дмитрия Второго Но Тушино Который Сейчас В Москве Еще полтора Года Сидели Поляки И свободы День Казанской Иконы Божьей Матери В честь Взятия Казани Ну так Праздную Точно К этому Ближе К 7 Октября Ну Для того Чтобы Помешать Празднику Советскому Но Я не об этом хочу В заключение Я хочу сказать Что из всех Здесь присутствующих И в аудитории Как я смотрю Я самый Философичен Потому что У меня диплом Доктора Философских Наук А у них Нет Поэтому я буду Философствовать Конечно Я начну С трагедии Мы держимся За Украину За Россию За славянский народ Но я просто Вам скажу Что Не только Народы А империи Приходили И уходили Была Античность Которая Объединяла Сначала Грецию Потом Эллину Империя Александра Македонского А потом Римлян Где они? Где? Нет Для нас Это трагедия Не трагедия Потому что Они оставили Нам большую Культуру Поэтому Империи Приходят И народы И уходят И поэтому Нас тоже И Россию Которая Не Украина И Украину Ожидает Уход в небытие И мы должны Отдать Более способным Людям Я себе Представляю Так Сейчас к нам В села Приезжают Черные И приезжают Черные И через На ваших Глазах Будет Такая Картина Будут Черные Пахать Наши Земли Ну и Будут Отдыхать И думать Куда Делись А те Люди Которые Жили На таких Богатых Землях А их Нет А где Они Делись Как написано В летописи Обры Откуда Они пришли Мы не знаем И куда Они пошли И мы Как обры Уйдем Я поэтому Говорю трагично Но я хочу Сказать И оптимистически Мы Вышли Животного Мира Мы Животные Вида Гомо Сапиенс Поэтому Наша Задача По природе Заключается В том Главном Чтобы Воспроизвести Род Человеческий И поэтому Мы будем Этому Участвовать И Я еще Хочу сказать О вас С удовольствием Товарищи Друзья Учите Что вы Все Элита Элита Потому что Многие Семена Были Плакие Они отмерли Их нет А вы Родились А родились Почему А потому что Вы с элитных Семен Были Вы элитного Плода Эта элита Будет продолжаться Будет продолжаться Человечеству Но я надеюсь А что Человечество Будет Настолько Умным Что не будет Себя Вдумывать Богов И кормить Дармоедов Которые Не будет Попов Ваши бы слова Евграф Каленникович А Бога А Бога В ухо Но проблема То в том Что Бога Нет Поэтому Мне кажется Что Единственное Что я бы хотел В конце Сказать Что Конечно Атеисты Они За то Чтобы осталась Европа И Азия Вместе На каких-то Других Основаниях И Я не думаю Что Александр Маркович Должен уйти Отсюда С мнением О том Что атеисты Собираются Кого-то Расстреливать В смысле Эти Левые И молодые Виталий Скорее всего Когда говорил О том Что он не знает Поддерживать Или нет Он имел ввиду Что буржуазию Молодую Которая Устраняла Средневековье Иногда Очень радикальными Методами Скорее всего Нужно Нам скорее Все-таки Поддерживать Чем то Средневековье Которое Она устраняла Но он ошибся Потому что На самом деле Изобретение Объединять По 300 И обязывать Корабельным канатом Принадлежало Не революционной Буржуазии Не Рабиспьеру Которого В этом обвиняли А Фрерону Который Этого Рабиспьера Потом Сбросил Я думаю Что в этом Вся проблема Кстати Молодая Буржуазия Она религию Уничтожала Гораздо Более Радикально Чем Большевики И по-моему Правильно Делала Не когда Разбредила А когда Церкви В музеи Превращала Большевики Здесь Колебались Но вот Когда Это Молодое Превращается В старое Вместо Того Чтобы Уступить Место Еще Более Молодому Начинает Настаивать На своем Праве Существовать И мало того Превлекает То что Оно раньше Уничтожало Ну я думаю Что эта ситуация Очень плохая Для мира И вот Если будут решены Эти вопросы То вопрос С религией И вопросы Внутри Атеизма Мы как-нибудь Взможем Разрешить В этом отношении Я хотел бы Присоединиться Все таки К молодежной Оптимистической Части аудитории Всем И экспертам И участникам Я приношу Большую Благодарность В том смысле Что они точно Реализовали Мою задумку Стол был по-моему Ну просто круглым До невозможности Даже некоторые Которым было положено По 5 минут Забрали больше Чем эксперты Спасибо И я надеюсь Что это не только Не пропадет Зря Как многие здесь Сомневались А скорее всего И найдет свое Продолжение В дальнейшей Работе Каждого Отдельного Участника Тругого Столка Аплодисменты Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова